Если вот приглядеться в правом углу, можно видеть маленькую птичку соловей. И доказывающая, что если верить языческим учениям, что они утверждают, что у них нет смерти, вот перерождение вот этого тут происходит. Вроде бы только что убиенный соловей-разбойник, но в то же время такое перерождение в маленькую птичку соловья, которая вспорхнула только что. Илья Муромец – былинный герой поражает соловья-разбойника. Событие известное, но как исполнено. Как написано, каждая деталь на своем месте, каждый мазок выверен до идеального. Сильная экспозиция, в ней мощь всего русского народа. Хочется своей выставкой показать, что и у нас есть богатая культура, культура этих героев и былинных персонажей, и исторических великих полководцев. Ну и хочется пробудить интерес у детей, у юного зрителя к нашей истории. У юных художников нашего города есть уникальная возможность погрузиться в монументальную живопись. Дети – это всегда особая аудитория, которая очень ярко воспринимает происходящее. А если они вдобавок творческие, то смотрят на все с большим интересом. Дети – это всегда особенное мировосприятие. И вот мы сегодня наблюдали, сегодня две экскурсии. Это экскурсии юных художников из наших школ. И еще были музыканты, юные музыканты. И как они чувствуют эту живопись, мне кажется, музыканты даже слышали музыку, когда смотрели на холсты. И какой был диалог у художника и у детей в этот момент, это просто поразительно. Как они почувствовали друг друга, как они почувствовали искренность друг друга. И мне кажется, вот фразы детей, я пожалела, что у меня нет блокнота и ручки в руках. Это можно было просто записывать. Совершенно потрясающие вещи. Сегодня юные художники Полевского стараются зафиксировать в памяти технику исполнения, запомнить сюжеты. Для многих посещение выставки – открытие. Задумка сама у картины очень интересная. Красиво подобраны цвета, композиция. Очень все проработано. Выделены детали мелкие. Персонажи получились очень яркие, выразительные. Прямо вот мы, смотря на эти картины, окунаемся в эту всю историю. Вот, очень-очень классно. Эти картины, они напитаны именно содержанием глубоким. То есть, у каждой можно стоять долго, можно рассматривать, и внутри зарождается само собой какое-то ощущение, чувство, и как будто ты возвышаешься духовно. У полевчан еще есть время проникнуться творчеством Андрея Прохорова. Выставка «Время героев» будет работать в музейном комплексе «Северская домна» до 25 марта. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, Новости 11 канала.